Перед нами Nikon D7000. В этом фотоаппарате проблема со шторами. И шторы эти будем менять. Одна из шторок загнулась и лежит поперек затвора. Сегодня мы будем менять не затвор, а по профильзебе заказчика менять панели затвора, то есть шторы. Поехали! Разборка начинается, конечно же, с удаления батареи, снятия ремня. После того, как сняли ремень, снимаем видоискатель, отклеиваем наклейку. Наклейка отклеена. Выкручиваем винты. Готово! Переходим сюда, поддеваем резинку, убираем в сторону, выкручиваем винт. Готово! Разворачиваем боком, откручиваем два винта здесь и два винта здесь. Готово! Винты выкручены. Переходим сюда. В этой части выкручиваем винт здесь и два под защитными крышками. Переходим к нижней части. В нижней части выкручиваем винты с нижней панели. С под крышкой также выкручиваем три винта, а также один винт внутри батарейного отсека. Далее переходим к фронтальной поверхности. С фронтальной крышки убираем два винта отсюда и два винта вот отсюда. После чего начинаем снимать панели одну за другой. Первая панель. Вторая панель. Здесь откручиваем панель ручки, одна здесь. Теперь снимаем боковую. После переворачиваем камеру вот так, выкручиваем из панели управления. Винт. С этой стороны еще один. Вытаскиваем говничка. Вот он. И теперь снимаем панель. Справа у нас отходит панель. Она уже не держится. Боковая тоже сейчас начнет ходить ходуном. Аккуратно снимаем, потому что снизу находятся шлейфы. Так вот, отделилась панель. Здесь у нас находятся шлейфы. Поэтому сдвигаем вот сюда. Берем лопатку. Поднимаем коннекторы. Отжимаем здесь. Теперь отжимаем коннектор вот этот. Так, аккуратненько отщелкиваем. Шлейфы выдергиваем. Точнее, аккуратно вытаскиваем. Пожалуйста. Отсоединилась. Боковая. Здесь у нас находятся провода. И тут вот эту часть. Поэтому нужно будет их тоже отключить. А так как фишка находится под вот этой стороной платы. Под винтом. То снимать мы ее будем позже. Производим демонтаж платы. Ну, предварительно снимаем шлейфы. Отщелкиваем. Откручиваем винты экрана. Откручиваем, снимаем вот этот вот коннектор. И шлейф. Потом вот этот. Аккуратно приподнимаем. Здесь она все на защелках держится. Поэтому аккуратно снимаем и убираем в сторону. Отключим провод питания. Фишку отсоединяем. Отключим вот эту фишку. Аккуратно подсоединяем лопатку под совом. И фишка отходит. Здесь отщелкиваем коннектор. Здесь отщелкиваем коннектор. С этой стороны. Здесь с этой стороны. Извлекаем аккуратно. Здесь. А вот здесь снимаем спинков вот этих. Здесь он находится на клею. Сначала греем клей. Фен на 120 греем. Видим, что шлейф при температуре слегка меняет свое положение. Это нормально. Теперь аккуратно снимаем шлейф. Здесь его подсовываем. Все. Все снялось. Здесь все замечательно. Переходим вот сюда. Отщелкиваем шлейф. И начинаем потихоньку извлекать эти шлейфы. Вот. Теперь сбоку открываем винт. Это винт верхней крышки. Также делаем то же самое с левой стороны. Вот этот винт. Его выкручиваем. После этого крышка спокойно может сняться. Здесь тоже ее поддеваем. Она идет вперед. Вот она выходит аккуратно. Крышку я сдвину только вот на столько. Здесь мне необходимо извлечь шлейф. Шлейфы извлечены. И теперь снимаем винты материнской платы. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Винты платы устранены. Теперь поднимаем материнскую плату аккуратно. Здесь у нас еще один шлейф, который я не вытащил. Вот он выжил только что. Таким образом, сейчас плата отсоединена от общего блока. Вот она. Убираем ее в сторону. Теперь смотрим сюда. Вот эта часть и вот эта фишка. Вытаскиваю. Аккуратно. Извлекаем. То есть, красный, черный и вот это здесь. Заводится все вот таким образом прямо под пластинку металлическую. И только после этого я могу его вот так вот взять и убрать отсюда. Отстыковываю этот шлейф с одной стороны и с другой стороны. Извлекаю. Убираю в сторону. Теперь отклеиваю наклейки. Вот эти. Под которыми идет провод. Отстыковываю провод. И только после этого я могу поднять полностью крышку. но и то не полностью, потому что здесь есть провода, которые необходимо сначала отключить. Если вот эту фишку мы отключаем, то вот эти провода нужно отпаять. Так. Аккуратно. Сначала вот тут неудобно. провода отпаял. Ну и теперь верхняя крышка спокойно может быть установлена в сторону. Выкручиваем винты из нижней площадки. Снимаем площадку. Откручиваем два винта вот эти. Готово. В этой точке извлекаем коннекторы вот эти, отщелкиваем коннектор этот и вытаскиваем шлейф. Все расстыковано. Готово. Теперь здесь есть один винт. Вот здесь. И мы его выкручиваем. После поворачиваем камеру, выкручиваем два винта отсюда. Один и второй. Готово. В этих окнах находятся два винта. Их тоже выкручиваем. После того, как два винта отсюда извлечены и винты отсюда извлечены и больше ничего не мешает для того, чтобы разделить элементы камеры. Элементы камеры Mirror Box с этой стороны матрица. Разделяются и перед нами затвор с затворной коробкой и матрица. Шлейф отщелкнулся. надо будет защелкнуть вот отсюда. Разобранный фотоаппарат выглядит на столе вот так. И нас интересует исключительно вот этот элемент. Убираем сторону матрицу и переходим сюда. Затвор находится в затворной раме. Необходимо раскрутить затворную раму. Сейчас мы сделаем это вот таким образом. Скрываем два винта. Сдвигаем затворную раму вперед. Теперь аккуратно поддеваем с этой стороны эту часть и мы ее отделяем. Это первый элемент. Здесь находится небольшое зеркальце для оптических элементов, припаянных вот с этой стороны от затвора. Убираем сторону. Дальше снимаем вот этот элемент. Аккуратно поддеваем. Снимаем его с точек, контрольной точки. Это вот эти вот. Готово. Так, теперь сюда внимательно смотрим на то, как располагается здесь пружина. В этой же последовательности, когда будем собирать пружину, нужно установить также в ту же позицию. Аккуратно снимаем пружину со своего места. Она сейчас отщелкнется. все пружина отщелкнулась. Теперь ее можно отсюда поднять и убрать. Аккуратно поддеваю ее с краю и убираю с поверхности. Сделаем это пинцетом. Пружина снята. Обращаем внимание, что после того, как я снял пружину, лепесток ушел туда. Вот он. был он здесь, стал он тут там. Почему? Потому что внизу есть еще одна пружина, которая стоит чуть ниже. Вот она здесь цепляет. Ее нам тоже надо будет поставить. Она стоит вот здесь и вот здесь. Сейчас покажу более внимательно. То есть, вот она цепляется с обратной стороны вот здесь и вот сюда заходит, зажимается вот тут. Сейчас я уберу вот эту пружину сюда. и сниму лепесток отсюда и отсюда. Таким образом, я уберу одну из панелей. Вот. Панель устранена. Теперь снимаем вот эту часть. и перед нами еще одна штора, которая уже установлена вот таким образом. Видно, что она попилена, побегала она знатно. Соответственно, ее нужно заменить. с этой шторой поступаем следующим образом. Ее просто поднимаем и перед нами последний элемент в затворе, в затворной коробке. Это вот эта часть. Ее можно, в принципе, отсюда не снимать. С обратной стороны мы видим загрязнение на зеркале фокусировки. Сейчас я аккуратненько это загрязнение уберу и перейдем к сборке. Убирать буду при помощи лопатки с липкой лентой. Таким образом это все упирается довольно хорошо. Помогает такой метод и эффективно можно убрать с поверхности зеркала всю грязь. Готово. Будем устанавливать новые шторы. Новые шторы. Так, это сюда, это сюда. Так, все верно. Первая идет вот эта шторка. Итак, первая шторка на месте. Теперь укладываем под нее вот эту часть. Здесь видим какое-то загрязнение. Надо его сейчас устранить. это, к сожалению, не загрязнение, это выработки. Так, этот элемент мы установили. Теперь ко второй шторке переходим. Теперь обращаем внимание сюда. поставлена пружина нижняя и поставлена пружина верхняя. Соответственно, детали шторки стоят на месте. Теперь ставим еще один элемент вот сюда. Так, поправить надо. Элемент еще не установлен, но сейчас установится. Все, установлен. теперь переходим к раме. Ставим раму на место. Слегка нажимаем и в сторону. До упора. После того, как точки дошли до упора, рама здесь осядет и остается только прижать два винта. Вот здесь два винта. точки для упора и здесь два винта. Так, ну и на этом у нас затвор собран. Теперь переходим к процедуре сборки фотоаппарата. Помним, что сейчас нужно сначала почистить матрицу. вскрываем новый пакет. Как всегда лопатка. Берем свежую ткань из вакуума. Надеваем. Немного жижи. Ну и конечно наша матрица. Вот она. Проходим. Теперь берем другой кусочек ткани. Процедуру повторяем. Таким образом матрица очищена. Перед установкой шлейфа я здесь протру поверхность. сюда поставлю шлейф. Так, до упора. Зажмем его. Все, зажат. Теперь берем миррор бокс. Берем вот эту часть и сопрягаем. Здесь заводим шлейфы. Здесь заводим шлейфы. Смотрим, как они располагаются. Вот сюда, этот сюда, этот сюда. Смотрим, что все сошлось как надо. и после и после того, как убеждаемся, что все действительно стоит как надо, вставляем вот здесь все и устанавливаем два винта сюда, два винта сюда. Все четыре винта установлены здесь. Теперь переходим вот сюда и устанавливаем винт вот сюда. В этой точке должен быть винт. Винт на месте. Ставим коннекторы на плату. После того, как мы убедились, что все соединения здесь подключены верно, переходим к установке верхней крышки. Здесь обязательно подпаиваем сначала красные и черные провода в соответствии с их установкой тут подписанным на плате Red and Black. Правда на месте. Теперь здесь коннекторы проверены. Тоже на месте. Закрываем вот эту часть, но не прикручиваем, просто приставляем ее. Здесь заводим провода вот тут, вот здесь, под пленочку. В конечном итоге крепим все это вот сюда. Здесь конкретно верхний слот. Сюда установили. Устанавливаем сейчас шлейф. теперь заводим вот этот кабель вот сюда под металлическую пластину и крепим вот ко второму коннектору. Готово. Теперь переходим к центральной плате. Центральную плату мы устанавливаем вот сюда, но сначала заводим в коннектор вот этот большой шлейф. После того, как его завели, закрываем коннектор. Здесь устанавливаем плату на место. Плату устанавливаем на позиции на свои. Здесь вытаскиваем шлейфы, которые мешаются. И только после того, как мы убедились, что ничто не мешает тому, что плата стояла на своем месте, ставим винты, закрепляем материнскую плату к корпусу. Цепляем коннекторы на плате. Помним, что у нас здесь еще есть вот этот коннектор под верхним и вот тоже цепляем. Так, коннектор первый, коннектор второй, второй тоже на месте, третий коннектор на месте, четвертый на месте, пятый на месте, шестой на месте. Теперь фиксируем верхнюю крышку. Один винт суда, другой с противоположной стороны на месте. Этот тоже на месте. Эти элементы закреплены. переходим вот сюда. Устанавливаем площадку. Крепим четыре винта в площадку и два винта в мирор бокс. Так, здесь все готово, установлено. Теперь переходим сюда. Здесь ставим экран, фиксируем его в зажиме, который на плате. И здесь точно так же на зажим на плату и с этой стороны с двух. Сюда винт и вот сюда винт. Теперь переходим к установке блока управления. Устанавливаем шлейфы. Сначала один зажимаем. Зажали. Теперь вставим второй. второй. И его тоже зажимаем. После этого устанавливаем блок управления. Но не зажимаем его, потому что сейчас еще нужно поставить боковую крышку. обращаем внимание на то, чтобы все элементы соединялись без щелей. Никаких перекосов быть не должно. Все идеально подогнано. Так разработан корпус, чтобы влага не попадала. Теперь ставим боковые винты фронтальной панели. Один вот сюда. Другой с противоположной стороны. Вот сюда. Установим нижнюю панель. Готово. Переворачиваем. Установим боковую панель. Под нижнюю боковой панели есть винт. Его нужно вставить сюда. Винт установлен. Фронтальная панель устанавливаем. винты вставлены вставлены винты. Переходим сюда. Устанавливаем винты один в крышку управления, другие в боковую крышку. Все готово. Теперь с этой стороны два сюда, два сюда. Паковые винты на месте. Переходим к фронтальной части. Здесь стоят два винта. Сюда один и сюда один. Так это поставлено в замок. устанавливаем винт. Ставим наклейку. Проверяем ход. Все, ход работает. Ставим нагладник резинку. Резинка клеится отлично, крепится замечательно. Устанавливаем винты нижней части здесь по периметру и под крышку. Винты нижней части закреплены, а также закреплен винт внутренней части вот здесь. Вот он стоит. Ну и теперь ставим батарейку. Ставим флешку 528. подключаем подключаем объектив и включаем, проверяем. Наводимся. Пишет диафрагма есть уже и есть у нас значение выдержки. Сделаем контрольный снимок. Как видим, фотоаппарат сфотографировал. Давайте сделаем серию снимков. как видим, фотоаппарат фотографирует. Поставлю сейчас в автоматический режим, потому что ничего не настраивал. Теперь остается только сбросить ошибку внутри камеры, которая нам говорила о том, что здесь была ошибка затвора. И все, фотоаппаратом можно пользоваться. Если тебе понравилось такое видео, поставь лайк, подпишись на этот канал и жди моих новых видео. А если ты хочешь быть всегда в курсе новых видео, то жми в колокольчик. Пока-пока.